Дорога без асфальта. О многолетней проблеме расскажем сегодня в выпуске. Дагестан – место зарубежных стран. Из-за коронавируса поток туристов в республике может увеличиться. Поддержка болельщиков и яркая игра на поле. В спор за первый кубок в Национальной футбольной лиге вступили 14 команд. Кто стал победителем, расскажем через несколько минут. Глава Ахтынского района отправлен под домашний арест. Османом Тулкеримов был задержан по подозрению в превышении полномочиями. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок, на котором находятся геотермальные источники. При этом он оценил его стоимость всего в 21 тысячу рублей, при кадастровой стоимости – 3 миллиона. Советский районный суд Махачкалы поместил чиновника под домашний арест. Грязь, лужи и слякоть. Жители микрорайона Пальмира, проживающие на 11-й линии, никак не дождутся обещанного асфальта. Дорогу затапливают водой уже который год подряд, но власти не спешат включать ее в список подлежащих к ремонту. Жители пытаются решить проблему своими руками. Засыпают яму песком и гравием, но этого хватает ненадолго. О том, почему улица не попала в число безопасных и качественных дорог и по какому принципу формируется реестр, расскажет Патимат Ханапова. История с улицы 11-я Пальмирная тянется уже несколько лет. Такие наводнения здесь обычное дело. Затапливают ее не только по весне, но и летом после крупных дождей. По очередности приоритета в улице занимает далеко не первое место, поэтому в план капитального ремонта она не попала, хотя обещали включить. Но кроме обещаний, жители за эти несколько лет так ничего и не дождались. Вот все бумаги, на мои запросы, которые были переданы через главу республики на погорячей линии, все есть ответы. Но действий никаких нет, изменений нет. Вроде бы, если так задать вопрос, налог за землю мы платим, имущественный налог мы платим, спрашиваются, а куда эти деньги уходят. В контролирующих органах нам объясняют, в Махачкале улиц, требующих ремонта, около 2000. Провести работу вмиг на всех этих объектах не предоставляется возможным. Все, как и всегда, упирается в бюджет, а он ограничен. Поэтому ежегодно приходится выбирать из огромного списка, сортируя улицы по степени важности. Чаще всего в список БКД включаются улицы, которые находятся в центре города, ближе к больницам, школам, то есть густонаселенные участки. А те улицы, которые остаются на периферии, как бы про них не забывают, но первоочередные по критериям, когда выбирают, выбирают улицы, которые находятся в центре города Махачкалы, для того, чтобы дать какой-то импульс развитию центральной части города Махачкалы. Кроме того, на этой улице отсутствует канализационная система. Эту проблему назвали нам в УЖКХ одной из основных причин, по которой улица не была включена в список. По условиям проекта, безопасные и качественные дороги, прежде чем проложить асфальт, важно, чтобы все ресурсоснабжающие организации провели необходимые работы. Смотрите, у нас есть такая проблема, что касается отведения источных вод на данной улице. В общем, на саду товарища Пальмира проложит асфальт, где еще не обустроено отведение источной воды. Мы не можем провести эту работу, потому что это будет сделана работа просто на ветер. Постоянные дожди, потоки, что в последующем приведет к разрушению асфальтобетонного покрытия на данной улице. Нюансов много, однако от этого людям не легче. Проблемы копились годами, часто вагоны оказывались впереди паровоза. На улицах без освещения и канализации вырастили поселки, которые на карте город, а по факту сельская местность, где нет всех необходимых городских коммуникаций, о которых должны были раньше позаботиться чиновники. А теперь размытая дорога, как и размытая система ответственности не дают ни проехать, ни пройти. Будем надеяться, что жителям этой улицы не придется ждать обещанного еще три года. По поводу улицы Пальмира мы уже выезжали на данную улицу, видели, что улица на самом деле нуждается в реконструкции. Мы пофоткали ее, занесли на карту убитых дорог, отправили на сегодняшний день данную улицу в управление жилищно-коммунального хозяйства. И я думаю, к 2021 году ее включат в список, потому что на сегодняшний день списки 2020 года уже сформированы, и они опоздали, то есть не попали в этот список. Они будут включены в 2021 год. По крайней мере, мы постараемся и еще раз дополнительно попросим, чтобы данную улицу включили в список 2021 года. Патемент Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Только 10% дагестанских семей могут позволить себе жилье в кредит. Дагестан оказался в списке регионов, жителям которых сложнее всего выплатить ипотеку. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Аналитики оценивали доходы семей, процентные ставки ипотеки при внесении 30% предоплаты и покупки квартиры на 60 квадратных метров. По данным социологов, в республике зарабатывают в среднем 23 тысячи рублей. На эти деньги дагестанская семья, по мнению московских специалистов, может позволить себе разве что малосемейку площадью 29 квадратов. Дагестан – место зарубежных стран. Из-за коронавируса поток туристов в республике может увеличиться. По оценкам экспертов, места отдыха в Дагестане станут альтернативой курортам за рубежом, въезд которой ограничен из-за распространения инфекции. В частности, отменены туры в Италию, Иран и Южную Корею. Объекты туристического сервиса республики уже готовятся к возможному росту числа приезжих граждан. Отметим, что в 2019 году Дагестан посетили около 850 тысяч туристов. Рост по отношению к предыдущему году составил почти 20%. 130 учителей отправятся работать в село за 1 миллион рублей. Федеральный центр направил на реализацию программы «Земский учитель» в Дагестане 80 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев. По его словам, в связи с получением дополнительных субсидий в текущем году в селах республики будут трудоустроены 130 педагогов. При этом он отметил, что в прошлом году на эти цели было выделено 50 миллионов рублей, и 50 учителей направили работать в сельскую местность. Напомним, принять участие в программе могут педагоги со стажем не старше 50 лет, проживающие в Дагестане и за его пределами. Более 18 миллиардов рублей выделят на увеличение заработной платы врачам в масштабах страны. В Дагестане сумма выплат медработников составит свыше 94 миллионов рублей. Средства на повышение зарплат выделят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их направят на софинансирование расходов медицинских учреждений для оплаты труда врачей и медсестер. Праздник 8 марта не прошел незаметно для пациентов первой городской больницы. Волонтеры-медики учреждения провели акцию в палеотивном отделении. Она прошла в формате арт-терапии. Волонтеры подарили возможность милым дамам дать волю, фантазии и воплотить на бумаге все, что у них было на душе. Ребята рисовали портреты пациенток, а приятным завершением акции стали цветы, подаренные как символ женского праздника. Такой знак внимания растрогал женщин. Накал страстей на поле и эмоции болельщиков. В Махачкале завершился первый розыгрыш Кубка национальной футбольной лиги. В финальном матче встречались команды из Казбековского района и Южно-Сухокумска. Атмосферу игры передает наш корреспондент Курбан Рагимов. Ура! Поздравляем, друзья мои! Всем желаем хорошего матча, хорошего настроения! Казбек против Нефтяника. Эти команды не были фаворитами турнира, но своим желанием и упорством добились права выйти в финал. В эти 50 минут решается судьба первого Кубка НФЛ. Цена ошибки в таком матче высока. Пожалуй, поэтому встреча не баловала забитыми голами, однако по накалу борьбы выдалась яркой. Чего стоят одни только болельщики на трибунах стадиона Дагао. Именно они и придали матчу особую атмосферу. С такой поддержкой стремление к победе у футболистов было не отнять. По классу оба коллектива примерно равны и в отведенное для игры время они не смогли выявить победителя. Обладателя трофея пришлось определять в серии пенальти, где более точными оказались игроки из Казбековского района. Обидов, Разбек, удар, гол! Нефтяник проигрывает Казбек-чемпион! Казбек-обладатель Кубка Национальной футбольной лиги, друзья мои! Для нас, конечно, это было очень важно. И болельщики, отдельно хочу сказать спасибо болельщикам, которые приезжают на наши игры, которые сегодня поддержали нас и были девятым игроком на поле и помогли нам выиграть чемпионство. В спор за первый Кубок НФЛ вступали 14 команд. Все они участники регулярного чемпионата. Проект носит статус официальных соревнований, проводимых под эгидой Федерации футбола республики. Вы сами видели, сколько болельщиков, сколько эмоций. Давно не испытывали, на самом деле. Серия пенальти была интересная. А проведение турнира, конечно, ребята приходили воломать наш друг, коллега наш. Обратился с помощью провести официальное мероприятие. И думаю, мы проводим на хорошем уровне. Победители, помимо заветного кубка, получили денежное поощрение. Игру команды на официальном закрытии отметили известные тренеры, спонсоры команды, а также партнеры футбольного проекта. Ну, ребята молодцы, стараются, бьются. Это самое важное. Видно, что есть команда. Вы знаете, что-то может получаться, что-то может не получаться. Это у всех. И у больших профессионалов, и у маленьких. А вот то, что вы играете от души, то, что вы действительно играете с командой, что одна команда мне понравилась, что вторая. Мы привыкли следить за чемпионатом России, за Лигой чемпионов. Но таких эмоций, которые я испытал сегодня во время того, когда ребята били пенальти, ни одна Лига чемпионов, ну, по крайней мере, через экран телевизора не дает. Вы согласны? Отлично. Ну, и телеканал ННТ радиостанция «Ватан» на протяжении всего чемпионата НФЛ, на протяжении всего кубка являлась партнером информационным. Мы будем продолжать озвучивать все итоги всех матчей. Обязательно Казбек мы приглашаем. Прямой эфир. Вы должны всей командой прийти рассказать поподробнее о своей команде. На этом сезон у футболистов не окончен. В ближайшую субботу они вновь соберутся на этом поле, где подведут итоги чемпионата НФЛ и разыграют призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, Хаджимур Адмагаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»